Сексология Все можно что угодно вспоминать, вплоть до сексологического лечения царя Соломона, который призвал в свой самый большой гарем врачей со всего мира, и можно сказать, что они осуществляли сексологическое лечение, а лечение состояло в том, что ему было рекомендовано на ночь обкладываться девственницами, как горчичниками. Вот таковое было сексологическое, но научное началось только в XIX веке. И вот, несмотря на то, что это достаточно молодая сфера знаний, конечно, времени нужны десятки часов. Я вот горжусь, что когда был, но он схлопнулся, 11 лет был институт наш в Питере, институт психологии и сексологии, мы первые выпускали психологов, сексологов, консультантов. И у нас было порядка двух тысяч часов программы. То есть мы будем говорить о некоторых общих, но принципиальных проблемах. Но во второй части нашей встречи, когда будет интерактив, ваши уточнения, вопросы, согласия, несогласия, там что-то можно, наверное, будет и добавить. Значит, принципиально, как сегодня понимается сексуальность. Почему это принципиально? Это крайне принципиально, потому что, если говорить таким плакатным языком, журналистским, то глухое советское время, характеризующейся фразой секса у нас нет, эта фраза несколько растиражирована бессмысленно, потому что я знаю эту даму, которая была во время телемоста Познера и его американского коллеги, она совсем не то имела в виду, но лыка в строку попала так, что действительно, как бы, в журналистском штампе, да, в советское время, как бы, секса у нас не было. Рождение детей было, половые отношения за шкафом от тещи было, а секса не было. Но то, что происходит сейчас, и это понимается все больше, это нечто другое, но такое же нелепое и тоже за гранью смысла. Когда сексологами называют себя телевизионные девушки с пятым размером бюста, и это основное, как бы, знание, когда я долго таскал, даже ее заносил с собой вырезку из одного желтого журнала, где такая рекламная написана информация, звучит так, там, Марья Ивановна, педикюр, запятая, маникюр, запятая, консультации по сексологии. Я не шучу, это такая же концентрация, как во фразе «секса у нас нет». Сегодня у нас русское национальное блюдо, каша в голове, полное, очень много кривляний, очень много вообще не относящихся к сексологии, ну, эксплуатация темы. И оседлали, как конька, и понеслось с гигиканьем, с нелепостями, с еще чем угодно. Значит, в чем суть представлений сегодня о сексуальности? Первое и принципиальное. Институт — это психоанализа или институт ядерной физики, это не имеет никакого значения. Сексология — это междисциплинарная сфера знаний. И все тут. И я помню, как одна из первых кафедр, которую я руководил тоже, ну, какое-то время, в Восточноевропейском институте психоанализа, где базировалась Государственная академия Немаймонида, поэтому это государственная была кафедра, и мне дали возможность, называй ее как хочешь. И я советовался со своим одним из великих учителей, и я думаю, что в нашей отечественной науке большего имени нет. Это Игорь Семенович Кон, я с ним советовался, как ее назвать, так как это был период моего большого увлечения психоанализом, я говорю, давайте я назовем кафедру психоаналитической сексологии. Он говорит, окей, называй как хочешь, только ты себя отрежешь от большинства международных сексологических школ настоящих, потому что там это звучит нонсенсом. Он также пошутил, может, психоаналитическая стоматология есть. Ну, почему не помечтать про выдергивание зуба, аутоагрессии, всяких замечательных психоаналитических построений, которые бывают очень интересны и заметливы, а бывают просто игрой в бисер. Если кто-то читал книжку Германа Гесса, это интеллектуальные упражнения очень часто, и не более того. Хотя лучше интеллектуальные упражнения, чем неинтеллектуальные упражнения. Значит, посему она была названа кафедрой сексологии и сексопатологии. Значит, первое – это принципиальная для научной сексологии, это междисциплинарная сфера, где причудливым клубком сплетаются проблемы психиатрии, гинекологии, урологии, эндокринологии, но и социальной психологии, культурологии и даже, как ни странно, философии. Как мы понимаем, такого образования не только в России, а нет во всем мире. Нет такого высшего образования, которое готовило бы специалистов с определенным количеством часов по гинекологии, а рядом по социальной психологии и культурологии. В этом ее парадокс этой сферы знаний, в этом ее трудность, и в этом и смысл того, что профессиональное международное сообщество сексологов еще раз подчеркиваю, говорю о дефинициях научных. Оно во всем мире составляет несколько сотен человек. Почему? Потому что мы можем видеть на кабинете надпись «сексолог – уролог». Окей? Более того, урологи отжали на себя всю эту тему, потому что там кровь, туда инъекция в член, получил эрекцию. Господину Иванову как? Ходить на какие-то сессии, да? Где на 48-й сессии аналитик с радостью говорит, «О, господин Иванов начал осознавать проблему». Мощная, конечно, вещь. Впереди остается еще сессии 200, и потом на пенсию, и спокойно все закончено. Или получить инъекцию в член, и получить моментальную эрекцию. Да, в общественном сознании урологи отжали на себя эту тему, передергивают факты. Если вы слушаете иногда рекламу в автомобиле, где-то по радио, уже, наверное, заездило всем уши, простамол – будь мужчиной. А про статьи – это не будь мужчиной. Это просто наглая, такая антинаучная история. Потому что по международным данным, подтвержденным и верифицированным и у нас, сексуальные расстройства из-за предстательной железы у мужчин возникают в 4-5% случаев среди всех сексуальных расстройств. И вот эти несчастных 4-5% ездят рекламой по ушам, потому что урологов много, и потому что есть то, с чем очень трудно бороться. Окулист работает с глазом, лор работает с ухом, а если уролог говорит «снимай штаны», значит он сексолог. Ну как вот гениталии, значит это и есть сексолог. Значит, междисциплинарность о сексологии – вещь принципиальная раз. И второе – то, чего, к сожалению, мы очень редко слышим. Я даже несколько поражаюсь, почему так происходит, когда именитые ученые официально начинают, скажем, вот эти совершенно местечковые аналогии. Вот знаете, у пауков и тараканов так, поэтому, понимаете? Вот знаете, в опытах на приматах, поэтому, понимаете, вот так. Значит, есть принципиальная вещь. Человек давно уже формируется полем культуры, а не полем биологии. Если речь идет о том, что связано с психикой. А сексуальность человека вне связи с психикой не существует. Вы скажете, как это не существует? А вот смотрите, определение сексуального здоровья зафиксированное на определенном семинаре ВОЗ Всемирной организации здравоохранения, которая является формально как бы высшим медицинским органом планеты. Сексуальное здоровье – это комплекс эмоциональных, соматических, интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования человека. Ничего себе! Сейчас разберем. А теперь как бы для чего? Для чего сексуальное здоровье? Повышающих коммуникабельность человека. Ничего себе! Какое нелепое определение. И его способность к любви. Точка. Вот что такое сексуальное здоровье, данное высшим медицинским органам, не философским. Не художники собрались. Что же это такое? Давайте разбирать. Комплекс аспектов соматических, конечно, телесных. А как же? Гормоны поехали и все. Какая там сексуальность? Это понятно. Эмоциональных. Ну, конечно, мы же как бы стоим на эмоциях мощнейшим образом. На этом основан выбор. Почему Петя – да, а Коля – нет? И вообще целая куча связанная с нашими предпочтениями, желаниями, нежеланиями, представлениями о нормальном поведении и пограничном, а то и патологическом. Да, эмоционально все это понятно. Но дальше, смотрите. Интеллектуальные аспекты. А это что это за дела? Причем здесь, казалось бы, интеллектуальные аспекты, когда речь о сексе. А при том, что если мы видим, мама везет какого-нибудь олигофрена в стадии, скажем, между имбецилом и идиотом, где уже вывешен язык, капает слюна, у него может быть эрекция по пять часов в день. И формально он может проводить половые акты очень эффективно. Но у него нет интеллекта, чтобы осознать вообще, что происходит, оттенки отношения, что надо и что не надо партнеру. Поэтому он не может считаться полноценным в сексуальном смысле, хотя еще раз говорю, формальные критерии у него могут быть выше средних. И дальше, наконец, социальных аспектов существования человека. Да, бомж, у которого по Масловому все интересы только на базовые ценности, где бы помыться, где бы поесть, где бы опохмелиться. Не может его сексуальность, даже если она каким-то образом реализовывается, считаться нормальной. И как бы, к чему это все? Мы же, наверное, полагаем, что сексуальность ведет к чему? К оргазму, к удовлетворению, к сатисфакции, к гармоническим ощущениям. Нет, оказывается, высшей целью здоровой сексуальности и результатом одновременно является повышенная коммуникабельность человека. Сексуально здоровый, полноценный человек, если только это не связано с органикой, имеет гораздо меньше шансов быть аутистом, иметь трудности в коммуникации, потому что сексуальность – это модель общения в определенном плане. И вообще как бы не медицинский термин. И повышает способность человека к любви. Это слово неопределяемое, сколько школ, столько и определений любви, вплоть до временного помешательства, определения сильных психиатров конца XIX века. Временное помешательство с резким снижением критики по отношению к субъекту любви. Совершенно справедливо, в общем-то. Определение тьма. Но мы все как-то интуитивно прекрасно знаем, что есть люди, у которых почему-то на этом фронте все хорошо, они умеют любить, и их умеют любить, и есть другие люди, которые формально не хуже, а то и лучше, и почему-то с этим у них как-то вот не так. Вот такое определение, оно крайне важное. Заметим, про биологию здесь только соматические аспекты. Они, конечно, учитываются, но они не ведущие. Вот это сегодня, к сожалению, до конца не понимается. И вот в этом как раз психоаналитическая, вообще как бы глубинная психология очень важна. Потому что человек сегодня как в бульоне вываривается в культуре. Простейший пример. Два молодых человека, 25 лет, живущие в одно и то же время, 2015 год, в одной и той же стране, в России, слушающие и предпочитающие одну и ту же музыку, болеющие за те же команды какие-то, только один, 25-летний, живет в Москве, а другой, говорящий по-русски, живет в дагестанском ауле. И вот у них у обоих проблема с исчезновением эрекции, неважно всего чего. Но не надо быть специалистом, чтобы понимать, что вроде бы один и тот же симптом будет требовать совершенно различного подхода. Потому что это совершенно разные системы ценностей для этих вроде бы одинаковых людей, живущих в одной стране в одинаковое время. Совершенно разные категории, связанные с самооценкой и прочее, и совершенно различные терапевтические подходы. Почему? Потому что различные субкультуры, и все тут. В плане кровоснабжения, гормонов, психики и прочего, наверное, понятно, что примерно зазоров мощных нет. А вот в плане культуры мощные зазоры, субкультуры. То есть это тоже достаточно принципиально. И, наконец, третий принципиальный момент. Да, можно не принимать какие-то положения психоанализа, можно быть в него влюбленным. Это дело хозяйское, каждый выбирает свой путь. Это не хирургия, где, дай-ка я порежу в другую сторону. Не проходит. А здесь проходит. Да, можно, но то, что бессознательные процессы очень связаны с любовными переживаниями, с сексуальными предпочтениями, это безусловно. Причем как и архетипические, так и индивидуальные. Когда-то даже приходилось упражняться на тему, вообще, кажется, вроде бы далекую, там, скажем, условно говоря, успеха в поп-музыке, это же все-таки поп-музыка, а не оперная, а фигуры нашей все Аллы Пугачевой. Это в славянской ментальности. Не может дама таких размеров и такого возраста быть суперзвездой в европейской культуре. Не бывает. Не бывает. Потому что к поп-культуре достаточно жесткие требования. Да, оперные дивы, безусловно, где вокал, голос, он впереди как бы имиджа. А здесь надо же. То есть предпочтения сексуальные очень связаны и с индивидуальным бессознательным, и с коллективным бессознательным. Более того, выбор и расплата за него почти всегда связаны с бессознательными конструкциями. Вы прекрасно знаете, сегодня никого это не удивляет. Женщина встречается с мужчиной, женится, он оказывается чудовищным алкоголиком, таким брутальным. Побои, синяки, вынос всего из дома, нищета, она бегает по подругам, родственникам, и, наконец, как-то ситуация разрешается. Может быть, он умер, к примеру, что неплохо, в общем, да. И она свободна. Значит, гематомы заживают, дом наполняется какими-то там меблишкой, и она уже научена горьким опытом, все ее жалели и страдали вместе с ней. Очень тщательно выбирает следующего кого? Алкоголика. И третий раз это может быть. И никаких тут чудес, и никакой мистики. Есть наши странные внутренние предпочтения, которые связаны, безусловно, с происшествиями раннего детства, если возможно будет, до них докопаться. Очень интересно, мы проводили там с одним моим сотрудником историю разного рода сексуальных фетишистов. Ретифисты, обувь, обувь, между прочим, традиция, вспомните гусаров, пьющих из дамской тупельки и всякое такое, обувь, ступня и апотемнофилия, уродство. Далекие от сексологии люди, они полагают, что вот несчастные уроды, они вот совсем лишены, там, безногие женщины, горбатые. Ну, если с ними поговорить, и они откроются, можно удивиться, сколько им поступает сексуальных предложений. Так вот, эти некоторые виды, по крайней мере, сексуального фетишизма, чаще раскапываются по некому происшествию в раннем детстве и зафиксировавшегося по механизму импринтинга. Знаете, что такое импринтинг, наверное? Очень многие сексуальные преступления на этом основаны. Дело с Левко, знаменитое, с этими черными ботиночками мальчиков, которых он убивал только для того, чтобы поанонировать на эти ботиночки и понюхать их носки и так далее, и так далее. Значит, импринтинг, раннее детство, да, не психоаналитическая история, но очень часто определяет. Мощный американский сексолог Гэньон ввел понятие сексуальных сценариев. То есть, каждый является, да, несколько бессознательно сценаристом своей сексуальной жизни, где он как бы заранее пишет сценарий, в каком акте кто приходит, с кем будет любовь, кого убьют, от кого убегут. И эти сценарии тоже зачастую пишутся, где риперными такими толчковыми точками являются погасшие, иногда забытые, а иногда вспоминающиеся истории раннего детства, связанные с домочадцами, с соседями, с мальчиками и девочками в детском саду и прочее, прочее. Посему, третий этот момент, бессознательное в сексуальных происшествиях на личностном пути любого человека крайне важно. Вот это как бы такие основные предваряющие методологические точки. Теперь мы с вами как бы обозначили тему как тенденции и тренды современного сексуального поведения. Да, это действительно не случайно, потому что тенденция это что-то формирующееся, которое улавливается и которое может во что-то вылиться, а может нет. А тренд это уже все. Это факт. Вот есть тренд сегодня, забегая вперед, культа юности. Юность обожествляется сегодня в нашем обществе, ну и в любом обществе потребления. Это факт, это тренд. А вот тенденция это как бы еще не сложившийся тренд. Так вот, прежде чем перейти к информации о некоторых тенденциях и трендах, которые мы сегодня наблюдаем и которые завтра могут во что-то любопытное превратиться. Следует сказать, что секс вообще ну понятно, что это очень значимая сфера жизни человека. почему столько сексуальных комплексов, почему столько сексуальных страхов, почему столько сексуальных мифов, которые, кстати, почти не рихтуются почти. Вот сейчас скажу просто как практик. Приходит мужчина, у него проблемы начинаем, и выясняется, он говорит, вы знаете, вообще я мастурбировал, понимаете, но как один говорил мой учитель, чтобы сразу же быстро шорт-терапия, не надо объяснять, что это безвредно, сразу же говорит, и я тоже, вы же великий, вы же доктор, хорошо, нет, знаете, я усиленно мастурбировал, я говорю, знаете, многие усилены, без шуток, когда уже не было куда деться, он говорит, вы понимаете, я знаю, что многие мастурбируются, но я это делал почему-то всегда левой рукой, может из-за этого все, то есть настолько ананофобия, она цепляется, он не хочет отдать эту историю, хотя уж казалось бы, времена Фрейда, все его построения на страшном грехе, там, мастурбация, все это вроде бы ушло уже, уже не только нет страха, но если посмотреть какие-то желтую прессу, желтые каналы, то вообще кажется наоборот, кричат все мастурбируйте, друзья, все отлично, нет, это держится все равно, Мастерс и Джонсон вывели одну, это величайшие экспериментаторы, сексологи, американские, калифорнийские, вывели, ну, слышали, наверное, эти имена, вывели закономерность, которая так и называется, закономерность 520, она звучит фантастически, но еще раз говорю, это получено было в экспериментах с помощью фалоимитаторов, внутри которых была тончайшая кинофотоаппаратура, то есть взгляд изнутри, что такое 520, они, ну, очень важно предваряющее то, что прозвучит, ну, я скажу так, если у женщины есть, а, вообще способность к переживанию оргазма, потому что не у всех она есть, у некоторых она требует разрабатывания, вытаскивания откуда-то из-под блоков, если у женщины есть способность к оргазму, раз, второе, если женщина, как они пишут, испытывает позитивную эмоциональную установку к партнеру, можно проще сказать, он ей привлекателен, притягателен, влюблена она в него, это второе условие, третье, он знает некие ее особенности и тщательно воздействует на эрогенные зоны в прелюдии, три, но это очень важных три условия, для того, чтобы этой женщине получить оргазм, достаточно 5-сантиметрового члена и 20 секунд полового акта, парадокс, да, конечно, если только эта женщина не получает оргазм за счет точки G и прочее, прочее, но этот парадокс ничего не делает с общественным сознанием, которое все равно уверено в том, что чем больше член и тем, и чем длиннее половая, тем более успешен мужчина, и все тут, то есть, вот это как бы банальное, которое там в тостах сантехников звучит, да, чтобы член стоял и деньги были, все, вот она, все, успех, это очень жестко и очень цепко сидит в головах пациентов или, скажем, клиентов, да, так вот, сексуальность сегодня без исследования бессознательных процессов, без исследования его прошлого, а в основном детского, она не работает, в то же время сексолог, который не умеет ввести палец в анус и, ну, если речь о мужской сексуальности, и не посмотреть предстательную железу, чтобы хотя бы понять, надо посылать к урологу или не надо, это тоже не сексолог, сексолог, который не может прочитать гормональное зеркало, это тоже не сексолог, да, это немножко такой эклектик, как бы, со всех сторон, поэтому мне всегда немножко странно, смешно, но не важно, каждый имеет право, когда вот начинается, я сексолог-эндокринолог, я сексолог-чистый психолог, да еще начинается, я сексолог-психолог юнгианского направления, это неплохо, чтобы написать статью, чтобы побеседовать с коллегой, но я себе слабо представляю, что это может как-то работать, да, так вот, секс в истории человека был немножко не тот, который, увы, я замахнусь на великого нашего Вильяма, товарища Шекспира, да, вот Фрейд был гениален, что он увидел во многих несексуальных явлениях жизни человека сексуальный подтекст, это, безусловно, гениально, но, к сожалению, он не обратил внимания на то, что есть стрелка и в другом направлении, очень многие сексуальные вещи не несут сексуального подтекста, как вы считаете, опускание в зоне, это изголодавшиеся по сексу мужики, да, находят какого-то женоподобного, и просто их страшное желание, да нет, а насилие это что? Многие полагают, что насильники это вот такие изголодавшиеся, он не может, он его разрывает желание, я помню, как один из преподавателей в далеком прошлом судебной медицины, который занимался тщательно изнасилованиями, не будучи психологом и психиатром, он все-таки занимался психикой, он нам говорил, запомните, насилует не сексуально голодный, а насилует насильник, ему нужно насилие, а не реализация сексуального импульса, и вообще, если разбираться тщательно, доминирование и подчинение в сексе, увы, до сих пор играют грандиозную роль, почему до сих пор, потому что история человечества это насилие одного над другим, мощный отечественный сексолог Свядащ Абрам Моисеевич был наш питерский замечательный, создавший первую консультацию по семейной жизни когда-то в Ленинграде, он говорил то, что не могли понять, потом начинали понимать, что короткий половой акт, 5 секунд, 10 секунд свидетельствует о мощной сексуальной силе, хорошенькая история, как? он говорит, давайте посмотрим эволюционно, известна драка самцов за самку, известно, это факт, значит, победивший тут же хватал ее за волосы и реализовывал сексуальный контакт, но семя забрасывал тот, кто успевал это коротко, а если бы происходило все как в порнофильмах, медленно и печально, похожее на пиление дров, ему бы уже голову оторвали 18 раз за это время, и семя забросил бы другой совершенно человек, очень много странного вроде бы в этом, но действительно секс зачастую стоит не на сексуальных историях, вот посмотрите уж, коли мы про зону, а уголовная психология, она психология все-таки, она ужасная, она криминальная, патологическая, но она не бессмысленная, вот задумывались вы или нет, уголовная среда, как вы знаете, гомосексуалов не терпит, хотя сегодня наше общество стало уже почти уголовным в этом, в ненависти гомосексуалов, она их вообще не терпит, презирает, унижает и мучает, да, а если разобраться, а в уголовной среде, когда происходит насилие, или даже добровольное, то тот, кто активен, он не только не презирается, он очки набирает, он повышает свой авторитет, что он малолетку опустил, а вот кого, вот тот презренный и с пробитой кружкой, и лежит под парашей, и прикасаться к нему нельзя, это разве сексуальное, это история господства и подчинения, и, увы, и это большая проблема, это мы уже к тенденциям переходим, спросите продавцов секс-шопов, и они вам скажут, что, если они долго работают, с каждым годом увеличивается продажа БДСМ продукции, знаете, что такое БДСМ, все эти ошейнички, плёточки, да, игровой момент, но потребность возрастает, смотрите, какая закономерность поразительная, общество вроде бы гуманизируется, а возврат к прошлому да, в искажённой форме, да, в игровой, да, в сглаженной, но не только сохраняется, но даже как бы расползается немножко, немножко расползается. Да, это, наверное, связано с гуманизацией не в каждом обществе, и сейчас мы не будем уже влезать там в политологию, но, по крайней мере, в нашем обществе агрессия значима. Вообще, если суммировать, если говорить попросту, потому что у нас время немного, если суммировать, большинство психологических школ в той или иной степени признают то, что я огрубляю и попросту излагаю. В большинстве своем, ну, не так, конечно, все тоньше, сложнее, но все же усередненный человек стоит на трех китах. Первое – это секс, и под сексом в скобках можно раскрыть любовь, семья, отношения, желание быть любимым и всякое такое. Второе – это агрессия, и агрессия от реальной, ну, до, конечно, замаскированной. Я добился своего, наконец, у меня кто-то в подчинении. Это агрессия, только социально приемлемая форма. Я любитель боевиков, бокса, кориды, я отрабатываю свои импульсы агрессивные. И, наконец, ну, агрессия – это и шовинизм, и ненависть к инаким, и ненависть к геям, к чернозадам, к чуркам. Сегодня у нас список широкий, правда? У нас почему-то сегодня общество расширило список мерзавцев, которые казались, кроме нас, почти весь мир, в общем-то. Это агрессивность. И третье – это успех. Успех в соответствии с тем, что принято в каждой эпохе. Сегодня это деньги. Еще недавно был успех, скажем, физическая сила. Тоже грубо, в общем, да? Но вот у нас в школе в нашем возрасте какой-нибудь развитый парень, о, все, авторитет. Сегодня кошелек, тип машины, тип часов там. Успех. Карьера, деньги, в другие эпохи длина меча, уровень доспехов, я не знаю. Вот эти три, как бы, глобальные вещи, если не брать вглубь, конечно, все сложнее и тоньше, но все-таки это основное. Секс очень часто связан, кроме агрессии, доминирования и подчинения, с чувством вины и греха. Где? В тех странах, которые тащат на себе отношения религиозные к сексу как к греху. То есть, где? Формально говоря, в тех странах, где господствовали, во многих и сегодня, основные три авраамические, так их называют, религии, потому что они все признают Авраама как первого человека. Это иудаизм, христианство во всех ответвлениях и ислам. Вот, смотрите, какой был бы удар по Фрейду, к сожалению, я считаю Фрейда великим человеком, но не вечно и всегда, как для коммунистов Маркс и Ленин, далеко не вечно и всегда, и во всем правом. Эйнштейн был великим человеком, но теория относительности уже кое в чем подрихтована. Так вот, Фрейд, это был бы колоссальный удар, если бы при нем было проведено скрининг-исследование, которое было проведено где-то там лет 11-12 назад. Значит, клиника статистическое исследование в различных странах, то есть в зависимости от культуры. Потом взяли для демонстрации две основных страны. Потом вы поймете, когда выявили ту тенденцию, которую я сейчас изложу. Англия и Индия, они очень интересны тем, что с точки зрения современного человека, Индия цивилизованная, фу, Англия цивилизованная, высокоразвитая страна, а Индия, конечно, отстала и голод и прочее. Дальше, Индия это буддизм и индуизм, Англия это христианство, в основном протестантство. Англия построила Индии дороги. Те не понимали вообще, что на паровоз бросались с копьями и прочее. И вот посмотрели заболеваемость. Шизофрения сравнимое количество, зафиксировано и все это строго делалось. Клиника статистический след. Эпилепсия сравнимая, депрессия сравнимое количество. Многие, многие еще связаны с психикой. И дальше, всяческие неврозы и сексуальные расстройства связанные с тревожностью, с чувством вины, ой, а вдруг получше, ой, а нельзя. Условно говоря, ну, конечно, не было таких цифр, в Индии ноль, или, скажем, какая-то цифра стремящаяся к нулю, а в Англии сто. Единственное демонстративное несогласие. Почему? Вот вам клиника статистическая, а рассуждения вообще исторические к вопросу междисциплинарности. А потому что ни в индуизме, ни в буддизме никогда не было момента объявления секса греховным, опасным, никакой Евы, которая вкусила яблоко, и увидели они, что ноги они. Тело как источник греха. Телесность надо побеждать, с ней надо бороться. Вот молитвы духовные, это замечательно. А тело со своими требованиями, с выделениями мерзкими, с желаниями секса, это гадость. Его надо, вот герой это монах, он себя бичует, он ест там орехи и мед, у него нет никаких женщин. С этим борьба. Это грех изначальный. Потом уже, ладно, ну в семье можно немножко, пуританство возникло, да, ради продления жизни. Плодитесь и размножайтесь, но не наслаждайтесь. Так вот, в Индии этого не было, и поэтому в Индии самый дремучий крестьянин, он не имеет, и самый продвинутый раджа какой-нибудь, они не имеют вот этого трепетного, какого-то глубинно-архетипического, что секс это опасно, это что-то немножко, немножко грязь, немножко что-то очень желанное, это какое-то постыдное, об этом надо хихикать, анекдоты, и так далее. Нету этого. Это часть жизни. Буквально, как предполагалось, и нелепые археологи искали, предполагалось, что якобы на Гаити в прошлом существовал такой эротический рай, что якобы какое-то время люди там жили в полном согласии со своей природой и окружающей природой. Ну сказка, конечно, типа погода благоприятствует, бегают голые люди, тут мотыльки совокупляются, там, значит, жуки, а здесь люди совокупляются, все радостно аплодируют друг другу, все очень хорошо, и человек как бы совершенно удовлетворен. Пытались даже археологи искать, конечно, это все чушь. Но, скажем, так называемая психогидравлическая модель Фрейда, она достаточно интересна, и вот удивительно, что вот он не нащупал, что культура определяет. Ну вот, вы же знаете, сколько у Фрейда страхи расплаты за анонизм, там, все, ну какое, ну какое в индуизме и буддизме, когда там зачастую люди анонировали друг при друге, и не считали это никаким, это не европейская модель, это не обожествление семени, как новой жизни, и поэтому, значит, тот, кто его тратит бессмысленно, он негодяй. Не происходит этого. Но Фрейд писал, например, якобы о двух тенденциях, которые преследуют человечество. Психогидравлическая модель, что вот, например, есть модель, где люди к сексу относятся настороженно, много мифов, много комплексов, много стыда, много вины, они в жизни в своей несчастны, но их энергия, которая не может раствориться в сексе и в своих потаенных желаниях. Она сублимируется, и там есть прорывы в науке, в коммерции, в бизнесе, в культуре. Условно говоря, европейская модель. А есть другая модель, вот эта условно-восточная, условно-гаитянская. Человек в сексе никакими запретами не скован, и он проживает суперсчастливую жизнь, антиневротическую, как мотылёк, который порхает, он наслаждается каждой секунды, он не знает, что он смертен, он так счастлив, как понять нам очень трудно даже, но нет энергии на сублимацию, на амбиции, на достижения, на карьеру, и эти общества, увы, как Индия по отношению к Англии. В этом есть, конечно, некая логика, но в то же время ещё раз подчёркиваю, культура определяет, зачастую, не отвергая биологические факторы, но гораздо больше, чем нам кажется. Ну и вот некоторые тенденции давайте обозначим, а потом перейдём к интерактиву нашему. Значит, я уже упомянул одну из тенденций, которая имеет отношение к сексуальной жизни, это культ молодости, который приобретает совершенно дикие границы. Заметим, миллиардные обороты всех этих пластических хирургов, надуть губы, убрать талию, весы стали просто каким-то комнатой, предметом пыток, в общем, почти для каждого второго человека. То есть, речь идёт о том, что в сегодняшней культуре есть жёсткий тренд, что юность, счастье, другие периоды жизни, увы, ку-ку, до свидания. Для женщин это оборачивается кучей комплексов. Условно говоря, 40-летняя женщина переживает отнюдь не седина в бороду без в ребро. Это томление. Дети вырастают уже к тому времени. Значит, на любовные связи я, наверное, не готова, потому что уже талия не та, морщины и прочее. И это сегодня приобретает грандиозные размеры. Может быть, это не очень заметно, но я вам скажу, лет 30 назад у нас в институте Бехтерева, чтобы нам проанализировать женщину, молодую женщину с нервной анорексией, которая уже до стадии кофексии, скелета, мы не могли две недели найти, чтобы с врачами разбирать её, чтобы с ней какие-то вопросы задавать и прочее. Слушайте, сегодня с нервной анорексией по свистку сотни, сотни за четверть века. Вы скажете, а разве не всегда? Так нет, не всегда. Вы, наверное, прекрасно знаете, что античные, скажем, времена, они прославляли период Акме, акмеология, это, условно говоря, порядка 40 лет, когда как бы уже страсти улеглись, ты уже чего-то достиг, но ты ещё не пожилой. А греческая философия говорила о мудрости старости. Все кавказские и азиатские культуры превозносят старость. И, кстати, многие с этим связывают долголетие в этих культурах, а не с тем, кто чего пьёт и кто чего ест. Потому что наш старик, он выброшен, он обязательно субдепрессивен будет, потому что всё, кончил, он никому не нужен, детям он особо не нужен, там болит, здесь болит. Вы же знаете, что в кавказском застолье дедушка, у которого челюсть уже ходит, вот так, оральные рефлексы, он уже ничего не соображает, но он на голове стола, первый тост его, куча ритуалов, показывающих, насколько он ценен, нужен, и насколько вообще как бы все им восторгаются. поэтому далеко не все культуры обожествляли юность, как то, что происходит сегодня не только у нас, но и у нас, а во всех странах, где общество потребления, это проблема. Но у нас, похоже, что очень резко, как и бизнес специфический, российский и так далее, да, это факт. Следующая тенденция очень как бы позитивная, на мой взгляд. Это полный переход от прокреативной модели сексуальности к рекреативной. Что такое? Прокреат. Прокреация – это деторождение. Рекреация, знаете, в школах рекреационные залы там ходят отдыхать. Это отдых. То есть секс дан человеку для наслаждения, попросту говоря. Но веками говорилось для рождения детей. И сегодня, конечно, попы снова нас хотят туда-назад. Как это? Секс только для рождения детей. У меня был телевизионный диспут с одним, ну, так, любопытным. Ну, не знаю, насколько любопытным. Короче, батюшка, который с матушкой, у них там что-то трое детей. И вот он мне, значит, вы, ваша сексология развращает, потому что про наслаждение. Человек не должен наслаждаться. И если он совокупляется, то только для рождения детей. Но мне пришлось ему сказать, вы, ради Бога, извините, потому что и вы меня можете спросить, у вас со здоровьем мужским все в порядке? Конечно, он говорит. И у вас трое детей? Я говорю, конечно, он говорит. Ну, тогда у вас было, а ему лет 45 так, ну, наверное, так 7-8 половых контактов в жизни. Покраснел бедняга. Ну, чтобы родить-то трех, если у человека полноценная сперма, если жена тоже все в порядке, ну, хорошо, ну, не 7-8, ну, 10, ну, даже не 10, ну, ну, врёт же, врёт. Значит, сегодня всё-таки в головах у людей, слава Богу, утвердилось, что секс дам для наслаждения, но и для деторождения, и для проявления чувств, и вообще мотивов секса много. У меня в одной книжке описано 13 мотивов. Игорь Семёнович, он начинал с 4-х, ну, разработали потом вплоть до секс как спорт, секс как агрессия и так далее. Следующая тенденция очень странная и не очень понятная. Пока тенденция, но она уловлена. два крайних варианта поведения сексуального, очень странных и вроде бы сравнительно недавно в прошлом, но, по крайней мере, не описываемых. Значит, первый полюс то, что мы обозначили под таким термином, как эротическая скука. О чём идёт речь? Речь идёт о том, что мужчина и женщина не имеют никаких оснований к сексуальным затруднениям, они здоровы совершенно соматически, сексуально и психически. То есть, живи и радуйся, но секс для них по шкале ценностей уходит на пятое, шестое места. Даже вкусная пища опережает по исследованию. Товарищеский ужин, хобби, рыбалка таких лососей, устрицы, которые я обожаю, не могу же каждый день. А потом секс. Эротическая скука. То есть, как бы это становится, конечно, возможным, но неинтересным. Ну, как бы вот, как для интеллектуального и продвинутого человека смотреть «Дом-2». Можно, конечно, но неинтересно, но скучно. В принципе, можно, ничего не мешает. Включи и смотри, но только зевота, тоска, и надо переключиться. Это очень странная вещь, причем, по некоторым исследованиям, этим страдает от 30 до 40, самый активный возраст. Значит, 30-40-летние мужчины 5-6% и до 36% женщин этого возраста. Очень странная вещь. Причем, еще раз говорю, никаких предпосылок, затруднений невротических, эндокринных, урологических, психических, нет. Это непонятно. Но появляется другое поведение, еще, может быть, более странное. Вообще, это большая отдельная тема, по которой, по крайней мере, в обозримой литературе только немецкий исследователь Грасс написали, и я там написал 2-3 больших статьи. То, что называется сексоголизм, сексоголики появились, новый вид зависимости, и ничего, никаких фокусов нет. Убыстряющийся темп жизни, 21 век. Послушайте, в 19 веке Достоевский играл в рулетку, и всякое такое, но были очень сильные психиатры и психологи, не описывалось ведь лудоманией, да, влечению к игре, а это же зависимость, со всеми атрибутами, и только химией, отличающейся от наркомании. Так и сексоголизм, люди, зафиксировавшиеся над теми секса, и как бы все остальные сферы только обслуживают. Зарабатывание денег, карьера ради того, чтобы... Это такие, как бы, такие эротоманы, как бы. У них, значит, коллекция порно дома. Они звонят друг другу сегодня в таком-то клубе, появилась новая стриптизерша, у нее левый мизинец, гораздо тоньше, чем... То есть, такие, как бы, суперценители, такие, гурманы. Значит, это гурманство зачастую оборачивается грандиозной проблемой. Это вообще отдельная большая тема, я ее только обозначаю, потому что тоже появляется термин дон-жуанизм. В отличие от Казанова, дон-жуан мрачен, он охотится за женщинами, он никому не дает взаимности, он, как охотник, складывает в патронтаж женщин, и чем их больше, тем он успешнее. И каждая женщина вспоминает с ужасом его, как бы, мрачный такой совратитель, одиночка, аутист, закрытый, и так далее. Так дон-жуанизм в клиническом варианте, и мы сейчас иногда видим, и мы видим 5-7 лет назад трех, а сейчас видим уже 15, и коллеги видят этих людей. Кто это такие, а это те, кто может пойти на коэтос, на половой акт, только с новым объектом. Если у обычного мужчины действительно зачастую элемент новизны, кроме невротиков, невротик на новизну реагирует тревогой, ему нужно приспособиться, ему страшновато, он сдает экзамен, а как бы неневротичный мужчина, конечно, новизна, ну, типа там, закрой глаза когда-то с женой, представь себе жену соседа, и тогда лучше получится, да? Значит, элемент новизны может быть неким стимулирующим, но появляются вот эти страдающие дон-жуанизмом, и это очень любопытно, они вообще не способны на вторую половую активность с бывшим в употреблении объектом. Только следующее, и со стороны они кажутся какими-то гигантами, такими растлителями, у него каждую неделю по две новых женщин, а он несчастен, он не может, просто не может, не не может, не интересно, физически не может, соматически не может, для него только элемент новизны является стимулирующим и возбуждающим фактором. Это поразительная вещь, это вещь, связанная с культурой, это вещь, связанная с 21 веком, по крайней мере, неизвестно в прошлом. Это тоже очень любопытный тренд. Следующее, виртуальная сексуальность. Я некоторые как бы из новых тенденций сексуальности сегодня обозначаю. Виртуальная сексуальность, проблема, она замечательна только для одной категории людей, несчастных инвалидов. как, ну а что, у них отобрать это? Он сидит дома, он вообще, он уродлив, только проститутка за громадные деньги и экран, и экран. Да, все другие категории попадают в новый вид зависимости. Я думаю, что те, кто принимает людей с сексуальной проблематикой, явно с этим сталкиваются. Одна и та же уже история ведет. Мужчина, экран компьютера, порно-сайт, или там видео-порно. Окей. У него женщина, с которой замечательные отношения. Он говорит, давай вместе смотреть, это нас простимулирует. Давай, хорошо. Это следующий этап. Следующий этап уже у нее тревога. Он без этого не просто не хочет, а не может. У него возникают проблемы с готовностью, если параллельно или строго перед этим не идет какое-то, причем уже начинается порно, начинается уже с некоторыми оттенками девиантности. Это должны быть какие-то тетеньки по 200 килограмм, или наоборот скелетообразные, это должно быть педофильные, это обязательно идет какие-то там расовые вещи, обязательно негр, япон, и наконец следующий этап, он начинает предпочитать мастурбацию при просмотре зафиксированного, и с барышней у него начинаются проблемы, расставания, они бегут к специалисту и так далее. Поэтому да, виртуальная сексуальность это опасная вещь, хотя вот как я обозначил, для определенной категории людей, для инвалидов нужны костыли. Давайте представимся, что все здоровые люди начнут любопытство ради прыгать на костылях и вот полные улицы людей, могущих ходить нормально. Следующая тенденция, очень интересная, это тема отдельной лекции двух и десяти, я просто обозначу, полная смена ценностей брака. Институт брака никуда не девается, просто ценности, ради чего он категорически меняются сегодня, просто в качестве примера назову одну из из. Если многие века и предыдущие десятилетия считалось, что муж и жена одна сатана, таких море поговорок, и даже какие-то писались брошюрки еще недавно, типа не хочешь потерять мужа, он футбольный болельщик, а вы женились, ходи с ним на стадион, даже если тебя тошнит, все равно кричи «Зенит чемпион» и всякое такое, и тогда вы будете вместе, и он будет благодарен, и позитив разливается. Все это бред сегодня. Сегодня более стойкий брат тот, где есть автономность, право на автономные занятия от другого супруга. «Я пошел орать на стадион, а она пошла с девушками подпрыгивать шейпингом». И если это вместе, чем короче поводок сегодня, тем больше желание его перегрызть. Сегодня стабильны больше те браки, где у супругов больше степеней свободы. Человек устал от несвободы и мечтает может быть поэтому, но это фиксируется. И еще есть целый ряд таких новых возникающих ценностей брака, которых раньше вообще не было. Вы же знаете, когда-то вообще какой брак. Вообще, несмотря на то, что мы читаем всякие трагедии античные, вы понимаете или нет, интересно, просто так материал переполняет, поэтому я иногда в бок куда-то ухожу. Вы представляете себе или нет, что брак потому что люблю, то, что кажется нормальным. И вот с ним хочу, с этим человеком. Стал приниматься только в 18 веке. Только до этого вообще это безумно, что ли? Родители договорились, колым внесен, надо подружиться с этим кланом, от племенной еще. Это понятно. А как это? Личный выбор? То, что нам сегодня кажется, а как это наоборот, как это? Это же дикость какая-то. Нет. Поэтому посмотрите, все античные трагедии, где выбор, любовь, прекрасная Елена и двое за нее, везде там кровь, предательство и смерть. личный выбор это тоска, это кошмар, это нехорошо. Мы уже живем в том мире, что если нет личного выбора, да что это? Как это? Это невозможно. То есть все очень условно, крайне условно. И наконец скажем смена закончим этим, чтобы у нас осталось время на контакт немножко. Смена казалось бы ролей. хорошо? Вроде хорошо. Нельзя же жить по домострою, правда? Что мужчина входит домой, жена вскакивает вообще, он ее может бить по пятницам и вообще молчи, и вообще волос длинный, ум короткий, и когда мужчины разговаривают, женщины молчат, и вообще женщина друг человека, и всякое такое. Очень хорошо. Но посмотрите в какую это уходит историю. Это проблема для дальнейших исследований. Сегодня происходит то, что все социальные психологи жестко называют маскулинизация женщин и феминизация мужчин. Общество сегодня принимает условно говоря женщину начальника, женщину бизнесмена, женщину, которая курит, пьет крепкие напитки и может дать в ухо в общем-то. И вообще она, говоря языком улицы, трахает своих любовников. Она. И в то же время общество принимает каких-то кудрявых мальчиков, поющих о любви со слезой. И вообще у меня муж потерял работу, лег на диване, глаза полные тоски, он не знает, что делать. И вот, значит, она знает, что делать, а он лежит на диване и предается тоске. Но это большая проблема. С чем она связана? Как вы считаете, последнее, какая из девиации отклонений сегодня нарастает статистически достоверно? Ну, реплики, как вы думаете, какой из сексуальных отклонений, то, что условно раньше глупо называли извращениями, нарастает сегодня статистически подтвержденно? Порнофилия. Порнофилия, конечно. Порнофилия, в виде порнофилии. Нет, нет, ребята, нет. Ну, я бы так сказал, это из таких, из серьезных, настоящих. Транссексуализм, транссексуализм, все говорят, гомосексуаль, чушь, а гомосексуалы, все они просто бесконечно говорят, шум вокруг них, их сколько было, столько и есть. Как и с шизофрениками, как зафиксированная часть. Сексуальность не как удивляться, а как патология. Что? Просто как сексуальное поведение, гомосексуальность. Многие считают, что она нарастает. Она такая же, как и была. Нет, транссексуальность нарастает. Транссексуальность это девиация, безусловно. Человек, который считает, что он должен стать, это один из парадоксов. Это один из парадоксов. Мы об этом должны часами, но я кратко. Ведь один из парадоксов в том, что транссексуалы психически здоровые люди. Вот в чем фокус-то. Врачам было очень легко. Они считали их душевнобольными до 73-го, кажется, года прошлого века. То есть, ну, действительно, ну что, душевнобольной. Этот считает, что он Наполеон, этот считает, что он баллонка, этот считает, что он чайник, а этот мужчина считает, что он женщина. Все. Это фабула бреда. У него таков бред. Нет, они совершенно здоровые, психические люди. Но, как вы понимаете, нельзя сказать, что они вообще здоровые. В то же время, это парадокс. По психиатрическим критериям они здоровые. Невозможно истинного, истинного транссексуала вылечить невозможно. Его можно только прооперить. Это лечение? Да. Хорошее отличение, да. Так вот, дело в том, безусловно, дело в том, что количество транссексуалов нарастает. И связано это, возможно, с вот этим микшированием ролей, когда ребенок даже в детстве зачастую не может понять, кто идет, дядя или тетя. Потому что симметрично стало. Поэтому, с сексологической точки зрения, стиль унисекс, это может быть проклятием для человечества, который стирает все половые различия. Духи унисекс, свитер унисекс, джинсы унисекс, напитки унисекс, поведение унисекс, ну там, все унисекс, чуть-чуть гениталии различны. Как это подправить? Сегодня все делается. Это грандиозная проблема. Да, транссексуал истинный лечится только хирургически. Безусловно. И живет в другом как бы поле. Но вы понимаете, через что он проходит? Через ряд кровавых операций. Садится на гормоны до конца жизни. И вы понимаете, что такое, если раньше, условно говоря, это было один на четыре тысячи новорожденных, а сегодня это в некоторых странах фиксируется один на семьсот, один на восемьсот. В шесть раз. И речь идет всего там о двадцати-тридцати годах. Это серьезные проблемы. Сейчас, одну секунду. Сейчас, секундочку. Сейчас вот я поставлю точку и мы перейдем. Ставлю точку, так как вы уже готовы к общению. Значит, я обозначил кое-что. Обозначил. Я понимаю ущербность этого, но невозможно объять необъятное. За это время я сказал то, что я мог сказать. Тенденции не перечислил даже все. Все готов к общению, уточнению, вопросам и так далее. Поехали. Пожалуйста. Сейчас, извините, вот вы подумали руку. Я просто хотела узнать насчет транссексуалов. Ведь, насколько я знаю, антическая точка зрения говорит о том, что это идентификация, на стадии идентификации с родителями, например, мальчика, с матерью, насколько он был там подкреплен. Можно я сразу же вас прерву? Вы, еще раз, вот представляете себе, что, например, человек считает, что китайская поэзия это основа всего. И он цитирует, и вы цитируете, а другие считают, что отнюдь нет. Значит, психоаналитическое не работает по отношению транссексуалов. Проверено. Не работает. Все эти идентификации, родители, нет. Не работает. Специальные проводили, сейчас, секунду, специальные проводили исследования по линии детдомовцев, оставленных вообще по факту рождения, подброшенных. И среди них транссексуалов оказалось столько же, сколько из семей. Как насчет идентификации на ранней стадии, папа-мама и прочее. Это как вот про Фрейда и исследованием чувства сексуальной вины у индусов. Нет ее. Культура. Поэтому, еще раз говорю, точка зрения имеет право на жизнь. Но, увы, есть такие штуки, где она не работает, оказывается. Это не универсальное. Пожалуйста. Я просто хотел ответить, что, возможно, тогда это врожденное явление, раз оно не корректируется. Может быть. Может быть. А я сказал, это все вот-вот над этим надо сосредотачиваться. Понимаете? Не гонять с дубиной геев. И не кричать вслед за попами, что у нас будет особая сексуальная нравственность. Запретим юбки там ниже чего-то. Вот это реальные проблемы. Вы правы. Может быть. Я вам даже скажу, что есть исследования, которые они есть, но мы не знаем, что это значит. Значит, вы знаете, что у мужчин одни гормоны, ну, это я, естественно, а у женщин другие. Но есть еще другая история. Есть суточное выделение гормонов. И кривые, мужские и женские, очень отличаются по графикам. Так вот, у истинных транссексуалов оказалась поразительная вещь, трактовка которой может быть какая угодно, но спекуляции, непонятно. Значит, истинный транссексуал, рожденный мальчиком, у него выделение гормонов, как у нормального мужчины. А кривая суточная женская графика, что это значит, непонятно. Может быть, элемент врожденности. Но он не схвачен и не установлен. Пока. Может быть. Не знаем. Это очень странная история. Если просто брать гормональную историю, он типичный мужчина. Но выделяются эти гормоны по женскому графику. Как знаете, у мужчины тестостерон утром, выплеск там и так далее. Вот такая штука. Может быть, элемент врожденности. Можно предположить, что статистическое увеличение популяции таких людей связано не столько с как таковым их увеличением, а с увеличением так сказать открытости их, потому что появились вообще средства учреждения. Может быть. Как таковое не исключено. Я понимаю вас, да. Негатив общества по отношению к ним. Не исключено. Информация. Конечно. Все понятно. Не исключено, что раньше сидел, жжав зубы в своем каком-то урюпинске, а сегодня собрал деньги, поехал в Москву и прооперировался. Но статистика улавливает рост. Хотя, может быть, это связано с тем, что они больше открываются. Вполне может быть. Это, знаете, как со спидом с ВИЧ-инфекцией. Я помню, даже пара академиков просто помню по телевизору несли такую чудовищную ересь лет 20 назад, когда началась вся эта история. Раз посмотрели, опа, говорят, смотрите, славянская устойчивость. Представляете, в России несравнимо низшие цифры, чем на этом гнилом запах. Все, славянская устойчивость, у нас генетика особая. И вот эта болтовня шла до тех пор, пока совершенно не в связи с этим, но стали проверять на ВИЧ-инфекции строго при каждом переливании крови, при каждом серьезном хирургическом вмешательствах, при патологических родах в Кесаревском сечении. Все. И статистика оказалась повыше европейской. Поэтому, может быть, может быть, это неизвестно. Пожалуйста. Вопросы, уточнения, мнения, пожалуйста. Вы можете рассказать о каких исследованиях вы сейчас занимаетесь? Прикладным? Вы сейчас занимаетесь теми исследованиями? Прикладным уже поменьше. Ну, вот, если так считать это, что это прикладное исследование, то тема из сексоголизма. Новое явление, очень любопытное, очень странное, это особый вид невроза. Особый вид невроза. Безусловно, связанный с тем, что все-таки в нашем обществе мужчине предписывается роль покорителя, похитителя, совратителя, герой-любовника. Все равно, ведь, согласитесь, 21 век, ну, согласитесь, все равно банальная сцена, скажем, сидят бабушки, которые знают пару, она против ЗАГС, и там выходит молодожен, и она в белом платье, все. И эти бабушки говорят, вот этот Петька, который сейчас женился, ох, он ходок был, у него баб было штук 30, и они хе-хе-хе. И, как бы, типа, ну, не фунт изюма, Петька. И представимся, то же самое, если говорят, вот эта Катя, у нее мужиков было штук 30, значит, этот Петя идиот, если он на такой жене, либо она называется коротким русским словом с мягким знаком в конце. Это, как бы, я, естественно, огрубляю, там, мутрирую, но, безусловно, это связано с вот этими историями. И, более того, для нашего общества, как больше патриархального, это больше выражено. Я точно знаю, что, например, когда Майка Тайсона посадили, то средний американец считал, что это правильно. И специально так, это, конечно, не научное исследование, ну, опрашивали мы даже коллег, и врачей, и психологов, говорит, нет, ну что, она сама виновата. Нет, идет ночью в номер к мужику, распивает с ним ночью спиртные напитки, танцует медленные танцы, целуется с ним, а потом, когда он ее заваливает на кровать, говорит, нет. Ну что, она идиотка, значит, либо она идиотка, либо провокаторша. Вот это наше отношение. А есть отношение, что когда человек говорит, нет, в любой точке, мы говорим о гипертрофии, понятии свободы личной. Вот он говорит, вот пальцем хочу здесь, а членом не хочу. Как бы маразм, да? Да. Да. Тайсона такое сказать, это, конечно, самоубийство. Ну, однако. однако. Я бы не сказал. Я думаю, что кроме Тайсона, куча и других. Я бы не сказал. Крепочка Тайсона, я бы не сказал. Молчал бы, и рад бы, что остался бы живым. Я боюсь, Александр Алексеевич, что Тайсон вас бы не пригласил. Боюсь я. Так, пожалуйста. Ирина Алексеевич, назвал бы, термином мракобесная, но, и так далее. Почему? В начале 90-х годов был объявлен конкурс на программы сексуального просвещения. с покойным тогда живущим моим другом, ближайшим коллегой, профессором Агарковым, Сергеем Тихоновичем. У нас была от сексологической ассоциации программа выдвинутая, и она прошла среди трех, которые должны, среди них, любая, если бы была выбрана, все было бы идеально. С 96-го года стоп. Все. Побоялись попов, побоялись общества каких-то там старых коммунистов. Зачем этот шум? Да? Сексуального просвещения как системы, ее нет. Сегодня. Более того, если вспомните, министр Ливанов полтора года назад сказал, «Все, вводим в школах», и тишина. Видимо, с ним побеседовали, и он посчитал, что он погорячился. Значит, что происходит? Природа не терпит пустоты. Ребенок все равно насытится этой информацией. Если у него родители продвинутые, если у них есть доверие, контакт, они развиты, окей, все будет неплохо. Если нет, большинство семей нет, а если мать-одиночка, и вообще на трех работах, да вообще на эту тему не очень, значит, он будет снова получать снова одно и то же. Основной канал информации сверстники. Прощавый Вова на год старше в районе мусорных бочков все ему объяснит. Или гламур, желтая пресса, каша в голове, все, или еще что-то. Все брошено на самотек. Хотя формально сексуальное просвещение это не та история, которая нас пугает. Да, к сожалению, было пара энтузиастов, идиотов, которые подставили саму идею. Приходила какая-то восторженная тетка, учительница, вдруг ставила присоску фалоимитатор, и кричала там, дети, сейчас будем учиться одевать презерватив, потому что в Голландии. Это маразм, это система, где дети сначала проходят элементарные вещи, строение, откуда жизнь появляется, дальше обязательное предварение физиологии, психологии, чувства, ответственность за друга, и так далее. А потом, да, и презерватив на диване, и контрацептивы, и сегодня это как раз идеально можно сделать, потому что я помню, когда еще на излете советских времен об этом говорили, все говорили, а кто это будет делать? Учитель? Нет, невозможно. Учитель – это карающая фигура. Не могут дети к нему испытывать такое внутреннее доверие, потому что пять вызов родителей в школу, это карающие. Так, что, из ближайшей поликлиники окулист придет читать? Кто? А сегодня есть школьные психологи, которых можно вообще по всей стране в течение месяца продвинуть по этой истории курсы, и все, и пошли по школам. А школа – это там, где тусуется вся молодежь, а где их еще взять? Да, есть в некоторых молодежных консультациях, но туда придет один из ста. Поэтому системы нет, это безобразие, потому что, ну, только идиот может сказать, что нормальные научно-обоснованные знания помешают человеку, тем более у любого ребенка, подростка есть потребность. Но ее будут заливать мутью вот этой всякой, гламуром сверстники просветят. Ну, как есть, так есть пока. С 96-го года ждем, что якобы это появится. Пожалуйста. Есть общество на туристах или магистов, как его зовут. Это девиация? Это что это? Или это философия? Кто-то считает это философией, кто-то считает это культурой. Значит, я думаю, что и так, и так и сяк. Понимаете, один великий философ сказал, что истина конкретна. Это очень мощная вещь. Движение невозможно охарактеризовать, потому что Сидоров занимается этим, потому что он вообще натурист, он считает, что надо больше есть растительные пищи, единение с природой. Отлично. А вот Никифоров не может прилечь дома с женой, если он не набегается и не насмотрится там на других голых. Вы понимаете, в сексологическом сообществе шел тоже диспут очень любопытный. Групповой секс это девиация или просто культурный фактор? Вот на ваш взгляд что? У нас в институте это мощный культурный фактор. Ну, хорошее начало, что именно у вас в институте, а в другом институте. Так вот, и так, и так, и сяк, потому что истина конкретна. Вот приехала барышня из Урюпинска, познакомилась с продвинутым каким-то, и он через некоторое время говорит, слушай, она боится его потерять, а она боится, что в ней провинциалку увидит, она не испытывая никаких на этот счет позитивных устремлений, идет на это, и у нее в анамнезе, в прошлом практика группового секса. Культурный фактор. Попала, экспериментировала, другим объясняется. А есть другая история, я видел таких пациентов. Сначала для любопытства, потом очень интересно, а потом предпочтение перед индивидуальным. В индивидуальном сексе у меня какие-то трудности и срекции, а в группе у меня все шикарно. Безусловная девиация. Одно и то же явление, разные оценки. Поэтому это требует конкретного изучения. А в целом как можно направление определить? мотивы. Ведь в любой глубинной психологии не важно что происходит, а важно почему происходит, зачем происходит. Зачинщиками явления девианты являются он существует благодаря им. Почему девианты? Почему девианты? Почему девианты? Я не реализовал свой агрессивный импульс, что я начальник, я крутой, ни в одной сфере. Я начинаю собирать от футбольной команды до группового секса. Я командую, я решаю, я регулирую. Далеко не всегда. Это нужно исследовать конкретного человека. В таких... ...выступает как правило и тот, у кого есть большая и свободная квартира. Ну, да. То есть по-булгаковски люди как люди, только квартирный вопрос их испортил, да. Незабвенный булгаков. Пожалуйста, есть еще что-то? Мы к концу приближаемся. Пожалуйста. Вы обучаете на психологов и социологов сейчас? Нет, сейчас нет. То есть вообще никак? Нет. В Питере это закончилась история, а в Москве продолжается. Александр Моисеевич, это я знаю. Александр Моисеевич, за вами сидит, представитель. Так что передали, как многое, понимаете, в Питере мы выращиваем некоторых и в Москву, и все. Можно же опять начать. Можно. Пусть начинают. Нет. Вы готовы быть в Питер климата? Нет. Климат Питера не располагает вообще к развитию сексологии. Я нет, потому что это... К развитию пульмонологии эти бледные питерские девушки с длинным размером груди. Какая там сексология? Да, это мифы. Это мифы. К сожалению, это мифы, потому что... да, да. На телевизионной передаче хоть бы одну девушку со вторым или третьим размером. Это ваша судьба. Да, да, да. Нет, я в Москве нашел. Это судьба посиловки внимания. Так, пожалуйста. Благодарю вас за интересный доклад. Спасибо. И у меня уточнение по поводу сексоголизма. Это явление сейчас больше применимо к мужчинам и распространению до людей. Да, да. Или если это женщина, это женщина? Нет. Существенно по отношению к мужчинам. Безусловно. Ну, еще раз, пока мир мужецентричен, а он все равно мужецентричен. Все понятно, что, конечно, там есть безумные феминистки, которые говорят, а почему это отчество по мужчине не дается. Был бы там какой-нибудь Иван Екатеринович, да? Ну, это уже смешно. Но в целом феминистки правы, конечно, все смягшировалось, смягчилось, но все равно как бы... Вы знаете, как вот воспитание происходит в основном? Если кратко сказать, секс для мальчиков, любовь для девочек. Если вот так просто формулу отжатую дать, это очень... говорят, что мужчина играет в любовь ради секса, а женщина в сексе ради любви. Ну вот. А на самом деле, я вам должен сказать, женская сексуальность гораздо глубже, гораздо интересней, гораздо непонятней и гораздо многофакторней, чем мужская. Мужская сексуальность проста. Семя выбросил, оргазм получил. Тремя способами. Полюция, мастурбация, половой акт. Всё. Нет семени, нет оргазма. Значит, иди к урологу, если что-то там с пузырьками семенными, с простатой и прочее, с яичками. А женская сексуальность совсем другая. Она не понята до конца. Мы её изучаем подробно. Даже если вы посмотрите сборники, это тоже очень интересно, я специально смотрю. Начались сексологические сборники начались в 1969 году в Советском Союзе вышел первый сексологический сборник под редакцией психиатра профессора Иванова в Нижнем Новгороде, который тогда назывался Горький. Самый первый вообще такой. И вот, ну, уже их есть, не знаю, 50. И вот смотришь, первые сборники у мужской сексуальности 90%, а женской 10. 90-е годы, а мужской 70%, а женской 30. Сейчас а мужской 60%, а женской 40%. И эта тенденция будет продолжаться до обратной зеркальной картины. Но мужчинам, ещё раз говорю, к мужчинам мир развернут как к основным. Это факт. Мы его принимаем. А могли бы возложить какие-нибудь тенденции в женском сексуальном поведении, которые сейчас привалены? Долгий разговор. Не смогу. Долгий разговор. Очень интересно. В двух словах невозможно. Много, много мозаика. Очень много. Есть мужеподобное поведение, очень опасное. Вот тоже ясно связан немножко там с экспертизой по линии прокуратуры и так далее. В женских зонах нарастают, если кто знает, эту терминологию каблы. То есть мужеподобные женщины, которые ведут имитацию мужской роли в бесконечных лесбийских отношениях в женских зонах. Это долгий разговор. Очень интересный. Интересный. То есть многие женщины хотят быть, если говорить предельно просто, хотят уже быть мужчинами, потому что мир разворочен, развернут в их сторону. очень много странного. Еще раз говорю, вот этим всем надо заниматься, а не тем, что мы видим вокруг. Последний, контрольный, если он есть. интересный вопрос. Нет, у меня прям какой-то крик души. Спасибо большое, было здорово, но в связи с тем, что я его услышала, это оттенка нарисована, образования у нас нет практически, то есть оно идет по наклону. Культура у нас в том же состоянии примерно, то есть и третье, что мы теремимы... То есть пессимизм глубокий, да? Нет, 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 Вы знаете, даже в отсутствии сексуального просвещения, я вам скажу, есть хорошие книжки, если родители понимают, они пойдут, купят, почитают. Этого не было в советское время. Единицы, но они есть, а раньше этого не было. Когда я организовывал в городе Ленинграде первый психотерапевтический кабинет и добивался там права приема, как тогда называлось, больных с половыми расстройствами, то замначальника горздрава сказал, ну ладно, там за вас эти просят, и то, и все. Вы что, сами с чем-то страдаете, что ли? Он искренне, ну зачем этим заниматься? Это была позиция, пускай чиновника, но врача по образованию. Нет, время изменилось, оно все-таки имеет какие-то позитивные вещи. Нет, я показал, что все сложно, и есть много проблем, но что все мрак и ужас, нет. Появилось, кстати, кроме врачей, сексологов, масса психологов, которые... психологи, конечно, шансы очень хорошие, конечно, совсем психологов не было, не было ни одного психолога, были психологи... Есть грандиозные плюсы, другое дело, как мы их используем. Вы понимаете, что если сегодня гражданин Иванов имеет возможность аналитика, психолога, сексолога, психотерапевта, но он выбирает бабу, маманю или папа... Это же как бы, ну, проблема скорее этого человека. Выбор дан. Об этом вообще не будем, к ночи об этом не будем. Мы-то есть, мы здесь слушаем, но у нас еще нет сезума возникновения, которые вообще там задумываются. Мы когда-то... Если у нас настроено, значит, если наличествует критическое мышление, ничего с вами эта пропаганда сделать не сможет. Если оно отсутствует, овы, овы. Все хотят прожить в сексуальной жизни счастливее. Вот, давайте на этой реплике, что все хотят прожить сексуальную жизнь, счастливый и до конца. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!»